Hello everybody, hi my students, hello friends. Сегодня мы поговорим о роли прессы, это 12-й протокол, и посмотрим, кто же такие у нас иностранные агенты в этой журналистике и в таких свежих областях, и откуда всё это исходит. Ну вот, находимся мы в определённый исторический такой период, когда пандемии такие, они были периодически и в Европе, и в Азии эти пандемии, особенно вот в период, когда 222-й год, это раннее, как говорится, ещё средневековье, ещё христианство не окрепло. Вот таким образом. Но всё равно уже пандемии было и во всём мире, это было мировое поветрие от Китая до, как говорится, Лондона, всё это было. И что надо сказать, что собака-то зарыта, да? Именно появление христианства, оно стало двигать народы, в каком смысле, что вот был объявлен Иерусалим таким туристическим центром, и в этот туристический центр загоняли людей, чтобы они там посещали якобы такие святые места. И это был такой туристический... И кто этим заведовал? Тамплиеры, правильно? Тамплиеры заведовали, они провожали всех, чтобы их не напали те же бандиты из этих тамплиеров, не напали по дороге. Вот это был такой туристический комплекс, своеобразный, потому что, значит, вместо гостиниц были вот... Ну, и на были уже, ну, храмы в основном были гостиницами. И тут туристов доили, ну, не туристов, а паломники назывались по-другому, это сейчас туристы. И в связи с патомией, вот, была это все напряженка, и доход резко уменьшился от этих всяких походов и так далее, и там подобное. Ну, и конфликт опять произошел между двумя, которые крышевать хотели. Это местная администрация, типа вот Филипп Красивый, да, там французский был король проклятый. И вот, ну, что же, захват... Те хотели доить, и эти хотели доить, в результате сожгли на костре вот этого главного, ихнего храмовика, тамплиера, да. Ну, и в результате что? Получились проклятые короли и так далее, и там подобное. Если мирно жили, допустим, Франция, до этого, до Филиппа Красивого, они мирно в него с собой жили, то образовалась потом война красной и белой розы, алой и белой розы. Ну, это типа как белые и красные тоже, по большевике и белогвардейцы. Отставили разные категории, ценности, потому что попежники одну линию гнули, а, значит, цивилизованницы, графы, вот эти местные лендлорды, им, видимо, было ватикан, вот это, ватиканский захват, это хопок им был непонятен и омерзителен, да. И те другие друг друга облагали всякими налогами. Тем более, что местная власть еще наседала на католиков, потому что они распоясались окончательно, в результате чего Англия была вынуждена освободиться от католистического влияния, и закон ввели, чтобы ни в коем случае католик не попал, веросповедующий католик не попал на престол, на английский престол. Вот таким образом. Ну, плюс к тому же, там вот эти вот, начались волнения, преемственность власти не соблюдалась, транзит власти был потерян, случайные люди и младенцы, там 11-12-летние младенцы были поставлены на трон в самый период 120-летней, вот, 100-летней войны между Англией и Францией. Вот это Айла и Белой Розы. И там династии, значит, Планта Генета, Валуа, все это менялись, и в середине уже войны, там пришли власти вообще безумных. Карл VI, по-моему, это его в народе назвали безумный. Ну, нельзя так называть, но это народное название, не мое. Цитирую классику. Вот, цитирую классику. Вот, значит, и так же во Франции Генрих VI, что он был умный, что ли, тоже припадочный был человек. В результате был изолированный, там где-то сидел в тюрьме. Вот таким образом. То есть в Англии, то есть во Франции Карл VI, а в Англии этот Генрих VI в Таворе сидел в основном, скончался там, его где-то мирно отравили и влюбили в Таворе. Но об этом вот как раз Шекспир и пишет, он же исторический писатель, Шекспир, наш Уильям. Драмы, вот. И эти драмы у него исторические, они касаются именно этого периода, когда была вот эта столетняя войнушка. Ну, чуть раньше и чуть позже вот этой войнушке он охватывает период. И что касается самой войнушки, то она сопровождалась, естественно, эпидемией. Как в Франции, так и в Англии. Ну, во Франции сильнее была эпидемия, как вот сейчас вот эпидемия, во Франции очень сильная. Ну, там какой-то коронавирус, да. И вот ослаблены эти, и все равно они воевали, между собой воевали. Генрих, по-моему, там, пятый Генрих, по-моему, тяжелейшее поражение французам нанес. Ну, с другой стороны, он тут же сразу после этого поражения сразу его отравили, и при загадочных обстоятельствах заболел и помер. Ну, и началась там вот эта вся возня пьесы Генрих Шестой, да. Я цитирую пьесу Генрих Шестой. Ну, хотел обратить внимание, значит, там есть несколько картин, ну, и несколько сцен. Вот в третьей сцене, первое действие, в третьей картине, первое действие, смотрите, какой диалог. Вот это. Глостер, ну, это, как бы, он правитель всей... Ему даны были ключи правления от этой вот, от как наш вот московский оленевод сейчас, да, все правления Московской области, как бы, да. И вот он такой же был, значит, облечен властью, как бы, да, но католики его не признают. То есть Венчестерский аббат, вот этот Венчестерский прилад, папский, епископ, он не признает этого Глостера, у него своя власть, красные вот эти зипудные. Вот, значит, он... Сцена там, третьей действие заключает в том, что у дворца Утаура дело происходит. У дворца Утаура. Значит, этот Глостер, как бы, хозяин, хочет войти, а его не пускает. Вот не дано приказа, и все. А там сидит вот этот вот папский прилад. Сидит и не пускает. Кому? У него свои войска, а у Глостера свои. Вот такая стычка. И что интересно, тут важный момент. И Глостер говорит, я не убью тебя, но, значит, прогоню. В твоей одежде красной, как в пеленках, я унесу тебя отсюда прочь. посмейка, начихать тебе в лицо. О, ради этой фразы я отсюда. Значит, папский вот этот прилад, он, значит, говорит, начихать тебя, на тебя. То есть, это, как говорится, воздушно-капельный путь передачи инфекции, как раз распространение той инфекции, которая проходила тогда в Европе, и во Франции, и во всех странах Европы. Вот такие могут, значит, начихать тебе в лицо. Тот, конечно, обиделся, Глостер, и стычка закончилась, разогнали их. Указ правительства, указ короля разогнать эти. Ну, до порыва давления, потом, светская власть, она дала бой этим католикам, и выгнала их вообще. Они стали ничто, Франция, ничто. То есть, в Англии, да, в Англии, там англиканская стала церковь. Ну, вот видите, оскорбление было какое-то, начать тебе в лицо, то есть, уже тогда это использовалось. Далее мы смотрим уже свежие вещи, это через, там, 1500 какой-то год, да, тут 400 лет прибавь, получается, 1900, вот это, 1897 год, когда первый конгресс уже другой религии собрался, тут уже сионизм растал, и надо было государство Сион создавать, опять создавать центр вот этой, ну, туристического трафика, чтобы в Юрсалиме все ехали, и везли туда деньги со всех стран мира. Вот для этого была создана Первая мировая война, Вторая мировая война, и Третья мировая война ведется за полное господство вот этой вот, хаббатского, как говорится, теории, хаббатской теории, которая изложена в протоколах сионских мудрецов, а мы их исследовали, эти протоколы, есть специальный плейлист. И вот, согласно 10 протоколу, там в конце написано, что привихи болезней и прочие козни масонства, такой разделочек небольшой, то есть мы видим, что откровенно вот перекладывается распространение вот этих бедений, болезней на козни масонства, а масонство, мы знаем, оно очень давно существует, оно существует еще с египетских, строительства египетских пирамид, вот, там сказания о Донераме, да, можно прочитать, то есть мы видим, что это делается, сейчас пытаются сказать, что это какие-то от мышей, там от этого, того, сего, пятого, десятого, оно нет, оно уже не вправе, что это мозги, когда вот сами свидетельцы исторические говорят, что это искусственно все создано, да, то есть сами католики знали, что надо начекать в лицо, и человек заболеет и не сдохнет, а у тебя есть противоядие, допустим, да, тебе будет ничего, вот таким образом, и также вот в этом, а сейчас, сейчас то же самое, никто не сомневается, что это естественно искусственное все произведено, да, это не Дарвин создал, ясно, там мутации какие-то, все такое прочее, это там шивание, то шивание, все это фигня, потому что раньше же тоже генетики это не знали, и приборов этих не было, но они действовали тоже так же, да, распространение инфекции, потому что они знали, что нечисто там, какая одежда нечистая, какая еда нечистая, какая вода нечистая, то есть, это все было известно, вот этим церковникам, и масонам, что интересно, поэтому распространите эту болезнь, и знали, что может есть такая тевхозная, это все известно было, и все яды были все известны, и мы сейчас, по сравнению даже с теми старинными, мы какие-то ученики, потому что, скажем, разом в наши знания все падает, но нам внушают, что вот это все, действительно, это все не мы, это все природа, природа так создала, ну, сейчас в этом мы, конечно, не верим, потому что война, она третья, в чем заключается, почему эта пандемия теперь так раскручена, официально, с точки зрения журналистики, вот переходим опять же к двенадцатому протоколу, что здесь насчет журналистики, роль прессы в масонском царстве, да, она служит пыркому разгоранию нужных нам страстей, или же эгоистичным партийностям, пресса бывает пуста, несправедлива, лжива, и большинство людей не понимает вовсе, зачем она служит, мы ее сделаем и возьмем в крепкие вожжи, тоже сделаем с остальной печатью, ибо какой смысл нам избавляться от нападков прессы, если мы останемся мишенью для брошюры и книги, мы превратим на недорогую, в общем, в доходную статью превращается вся вот, вот эта информационная бодяга, да, вместо вот этого туристического трафика, вот этот интернет, большие доходы, да, распространения информации через интернет, вот, мы превратим, так, да, и будем штрафовать беспощадно за нападение, за возможное нападение на нас, мы будем штрафовать беспощадно, такие меры, как марки, залоги и штрафы, ими обеспечены, принесут огромный доход правительству, ну, правильно, вот сейчас вот Гугл устрахует, и все другие такие, как чуть-чуть там, и что-то в сторону, сразу накладывают штрафы, и вот организуют представительство у нас, да, никто не возражает, платят, платят исправно, потому что там они, все договорено, дальше, никто безнаказанно не будет касаться ореола нашей правительственной непогрешимости, предлог для прекращения изданий, закрываемый деорган, волнует умы, без повода и основания, Прошу вас заметить, что среди нападающих на нас будут и нами, учрежденные органы, но они будут нападать исключительно на пункты, предназначенные нами к изменению, контроль над прессой, ни одно оповещение не будет проникать в общество без нашего контроля, ну, мы видим сейчас контроль, как ужесточается, это вот оно, реализация 12 протокола, интересно еще его освежить, и напомнить его. Ну и, что сказать, что мы будем издавать сами литературу на пользу вовсю направлении, в намеченную нами сторону. Это будет дешево и будет читаться на расхват. Ну, вот это такую дешевую литературу для оболвания. Ну, а налог угомонит пустое литературное влечение. Прежде чем принять для печати какое-либо произведение, издатель или типографчик должен будет прийти к властям и просить разрешение на это, лицензию получить. вот таким образом. Ну, и там подробно расписано значит, три таких иерархии этой прессы, три этажа, как бы. На первом этаже официальный характер, органы официального характера. Они будут всегда стоять на страже наших интересов. И потому их влияние будет сравнительно ничтожно. На втором месте станут официозы, роль которых будет заключаться в привлечении равнодушных и тёпленьких. А на третьем месте мы поставим как бы нашу оппозицию, которая хотя бы в одном из своих органов будет представлять собой как бы наш антипод, то наши действительные противники в душе примут эту кажущуюся оппозицию за своих и откроют нам свои карты через вот этих вот Навальных там и вот этих вот журналистов, которые опальны, якобы опальны. У нас в опале. Типа Шьян-Доровича вот эта. А там ещё кто-то. Сейчас мы про них поговорим. Более подробно. Значит, у нас многие сейчас иностранными гентами признаются. Вот как раз эта оппозиционная такая. И мы даже засылаем их туда, за границу, и они оттуда нам пользу приносят. Правильно? То есть волнует умы, собирает вокруг себя вот типа вот этого Фегина, типа Соловья, провокаторы, папы Гапоны. В общем, говоря прямо откровенно, по Гапоне в области вот этой идеологии. Ну и чем отличается наша-то задача, какая в этом информационном таком океане, и как мы должны выловить среди них вот этих засладцев, которые туда посланы специально, чтобы, как говорится, снимать информацию с этих настоящих оппозиционеров, которые по зову сердца, как бы по зову сердца условно. На самом деле они просто не понимают, сами не урубаются. Они занимаются журналисткой, не понимают своей роли, и не понимают, что ли они сами. Вот эти борзописцы являются орудием своего врага. Хотя борются они, вот ругают Путина, как Шендеррович, да? А с другой стороны мы видим, что Шендеррович на масту не убит, да? И никакой великий воин его не замочил. Почему? Потому что это же свой оппозиционер, хабадник, разрешенный. Он вокруг себя собирает и вот это вот карты все ему выкладывает. Вот таким образом. Значит, Пифагор. Мы что ожидаем от Пифагора? Что он нам поможет определить, какие характерные черты вот этих людей, которые признаны иностранными агентами, ну и которые якобы борют за правду, за истину, да? Как они сами даже думают, сами, да? Но им разрешено, мы же это понимаем. Вот 12 протоколов прочтите, я так сбивчиво прочитал, а вы можете прочесть, у вас здесь в интернете есть протоколы северских мудрецов, протокол 12, там о прессе, все о прессе. От Пифагора мы ждем, что он нам определит, какими свойствами, чертами характера обладают вот эти борцы за правду, журналисты, какие они и как среди них выявить вот этих засланцев, которые явно туда запущены для того, чтобы ловить воду, вот ловить рыбу в этой муртной воде, вылавливать эту рыбу. Какие же мои имена, вот я выписал некоторые на скидку, тут есть некоторые имена. Так, иноагентов Российской Федерации. Есть такая статья. Олеса Валентиновна Шмагун, журналистка. Вот. Мы сейчас посмотрим характеристики. Вот она, это Шмагун, Олеса Валентиновна. Вот видите, чем? Вот здесь в ней все характерные признаки нашего этого иностранного агента. Сумма высокая, дельта может быть любое, есть любое, R любое совершенно. Видите, они вовсе не люкционеры, они все понимают, некоторые, тем более, вот с двумя восьмерками, они же все прекрасно понимают. И вот это вот две двойки. То есть, они туда пошли не по своей задаче. То есть, они не свою задачу решают, но в жизни они потерялись. То есть, тот путь, который им дан от неба, выполнять, они его не выполняют. Еще какие признаки? Ну, во-первых, любовь к деньгам, она их отвращает от этого пути, истинного пути, и стараются они там, где больше дают, там и туда пойдут работать. Там, где их легче. И высокой духовности. Вот пятерка или четерка, вот окружил я вот эти. И еще вот две единички очень часто бывает. Это когда они любят награды, вот эти премии все и так далее и тому подобное. Вот следующий персонаж, который тоже признан иностранным агентом, это Надежда Андреевна Толоконникова. Ну, мы знаем, что это пусть и райская. Видимо, опять же, смотрите, опять эти две двоечки, опять двоечка по деньгам и восьмерка порядочность. Ну, здесь с духовностью, конечно, не все в порядке, но три признака уже остаются, вот эти три признака. Две двойки, восьмерка и двойка. Дальше смотрим, Сергея Сергеевича Смирнова. Это корреспондент Сергея Сергеевича. Видите, опять мы видим три признака. Две единички, восьмерка и четверка дополнительные. Дальше, то есть три признака совпадают из указанных пяти. Вот Михаил Аркадьевич Рубин, журналисты. Видите, здесь четыре признака совпадают. Это две единички, это восьмерки есть. Опять же, вот эта двойка по деньгам, четыре духовности. И вот Игорь Викторович Кочетков, общественник, публицист. Вот у него, видите, все признаки совпадают, все пять признаков совпадают. По деньгам, видите, вместо двойки четверка, но это, это и говорит о том, что он в свое стремление заработает больше денег. Еще больше, чем двойка, да? Не в удовольствии с окладом. А вот Татьяна Анатольевна Вольская журналистка. У нее, видите, два признака только совпадают. Два признака совпадают. Она как-то попала сюда, видите, но двойка совпадает. И духовность высокая. Вот это совпадает. Ну, она такая уже в возрасте. Понимает, что она делает. Вот. Петр Юрьевич Верзилов. Ну, это муж этой, это Лаконников, они развелись. Пусерайский, он ими командовал. Видите, генерал он у них был. Генерал этих кисок. Ну, смотрите, у него сумма 14. И три признака, опять же, совпадают. Вот двойка, две двойки и восьмерка. Это все, все медики, им надо, они сами больные на всю голову, им надо лечиться. Вот, Галина Юрьевна Арапова. Ну, это, это, юрист. Она по интернет-пространству юрисдикцией там занимается. Вот, у нее три признака совпадают. Плюс еще 16, у нее тяжелая карма вообще. тяжелая судьба. Вот, кто угодно. Роман Александрович Анин. Анин. Что у него тут? Тоже, даже двое, двое раз в 16 встречается. И тоже все признаки совпадают. Ну, то есть, четыре признака из пяти. Ну, вот, коротко, но я не рассмотрел тут, вот этих, которые вот, Шендеровича, и второй, который Гельман, да, Гельман. там ни одного не совпадает. Это два провокатора. Это ясное дело. Потому что Мировича можно было замочить за его высказывания, не хуже Немцова его можно было оприходовать. Для этого достаточно опричнину подключить, правильно? Включить там опричнину, и она, ну, несколько недель не было бы Шендеровича вообще на земле, правильно? Вот так же и Гельмана тоже. вот таким образом. то есть, есть свои люди, которые входят в вот эту систему, определяемую протоколами северских мудрецов. То есть, вот он Пифагор нам и показывает. Вот они, диссиденты, высокодуховные. Ну, во-первых, они по профилю по-своему построили жизнь. Им надо было в медике ломиться, или там в экстрасенсов какие, целители. А они ломанулись вот эту журналистику, которую бакшиш дает, видимо, почему? Потому что ну, я вот прихожу к этому же миллиардеру, к этому какому-нибудь там Фаберже, и говорю, вот у тебя яйца-то голые, я сейчас про тебя напишу, если ты меня не отстегнешь, то значит, все. Ну, а что, они отстегивают, это понятно. Это бизнес, это, журналистик, это хороший бизнес с обоих сторон. Тут можно и получить, можно и хороший бакшиш получить от значит, крышуемого лица, так называемого, да, но можно схватить и пулю, если ты связался с такой структурой и без прикрытия начал действовать, как вот эти молодые журналисты, которые там взорвали чемоданчик взрывной дали ему, как вот это Политковское, да, без прикрытия. Вот мы еще не смотрели этих, но они у нас в иностранные агенты не попали, их надо отдельно смотреть убиенных, невинно, Гангадзе там и все-таки другие журналисты. Вот такая была цель в основном посмотреть, во-первых, исторически, что мы имеем. Исторический период пандемии было, сейчас мы видим две, вот в 200-е года, так, 220-й год, 250-й, это всего три цифры, 220-й, 250-й, но у нас же год по братьям 222-й, поэтому там тоже была пандемия, всемирная пандемия, и на этой фоне династическая связь в Рим, в Римской империи, она прекратилась, и другой правитель пришел молодой там, хорошо воспитанный. а это коррупционер, который любил вот эту лампаду плясать, эти хороводы, художественную гимнастику любил, да, Бабаева, вот эти, ну, или как это, Сертаки там называется, вот, и его убрали, а пришел новый здравомысленный человек, ну, не Ген, не Карл шестой, не Генрих шестой, как сейчас, вот, вот таким образом, то есть, ситуация-то, она, события интерферируют по разным направлениям, то есть, можно в каждом, в каждом конкретном году, вот в этом году, допустим, встретить будет день такой, бывает час, бывает день, да, когда возникнет вдруг неожиданно другой совсем год, пусть здесь из девятнадцатого столетия, из двадцатого столетия, и он, значит, матрица у него будет этого дня такого же, как матрица 2022 года, это есть такие комбинации, перестановка, там, от перестановок всех цифр, кроме первой, не меняется наша вот эта вся система, вот таким образом, ну, что можно сказать, слава Пифагору, я вот даже и не надеялся, что какая-то общая черта есть, и опять наша вот эта вот система с двумя двойками, видите, работает, как большинство они оказались, видите, профориентированы неправильно, то есть они свою матрицу не просчитали и прогноз себе не дали, а это можно делать с детства, ведь вот родился человек, вот сегодня, допустим, родился, и уже можно сразу запросы на матрицу прислать, вот на почту канала, мы все прислали, и все будет ясно, сразу вам будет ясно, кто это будет там, математик, гений там будет, или кто, в какую, куда ему приложить, или в медике, или в педике, как говорится, вот все будет ясно, Пифагор подскажет это все чутко. Ну, такое краткое сообщение сегодня, мы этом закончим, всем пожелаем успехов и даров от Пифагора еще нам, ну, плюс нам, самое главное, от Бога здоровья, чтобы пережить этот момент, когда вот, именно как вот в те годы, надо, видеть, мы видим, что в театрах совершенно перестали, и по телевидению, не передают программу, вот телевидение, вот это Шекспир, да, а при советской власти были, ведь это там и 12-я ночь, и все, и вот эти, про Генриха все, это все было, а сейчас это все исчезло. Почему? Потому что нам такая история не нужна, потому что она очень будет похожа, как Крушка Цахис тогда показали, так она до сих пор звенит, его, значит, была такая балетка русской Цахис, даже, я смотрел, это в Кремлевском дворце съезда, было, это было перед воцарением как раз вот этого нашего, Генриха Третьего, Владимира Третьего, но там не Генрих Шестой, а у нас Владимир Третий, но ситуация-то одна и та же, потому что вот мы видим ситуацию, как люди высказываются, как они себя ведут, вот Лукашенко, это мы видим, что не всегда мы понимаем, то есть не получается у нас адекватно восприятие этой информации, которую они дают, плюс к тому, что явно видно, что вот эти нарушения психики, скажем, Байдена, да, что-нибудь он, и вот эта трясучка, вот этой мадам Меркель, которая вовремя ушла, вовремя, это ее, как говорится, Бог еще спас, как она потом затряслась бы еще сильнее, но мы видим, что вот эти отклонения в психике Макруна, да, и не видим, сейчас мы одна, вот канадского взять, да, там явно тоже, как говорится, неадекватно, на все, как говорится, ну, про китайский мы не говорим, то там только единственное, что спокойнее все, потому что более все в закрытом ключе, так же, как в Северной Корее, там все прикрыто, все эти отклонения, все прикрыты, сегодня один Ким Чен Ир, Ин, а завтра он Ин, и другой, и другой Ин, уже помолодел, похудел, там все такое просе, то есть система срабатывает, подставки уже этих лидеров, но это тоже о хорошем не говорит, потому что систему вот этих Лжедмитриев у нас, мы проходили уже по своей истории, там до четвертого Лжедмитрия были, вот, и пятый, вот, наверное, сидел, тут у нас, это уже пять лет, сколько он, четыре года сюда, это пятый был, Лжедмитрий пятый был, Анатольевич, да, вот, то есть история вся повторяется, и мы видим, что вот этот кусок, который, художественное воспроизведение, вот этого куска истории, оно убрано, просто убрано, чтобы народ не видел чего, что идет все один к одному, один к одному истории, персонажи все действовали, что там был Генрих VI безумный, ну, тот же, так по-другому назывался, вот он, ну, приставка вся одна и та же, ну, понятно, да, и вот эти действия военные, там, ну, взять Эрдоган, да, он что, на голову как он, ничего, по-моему, тоже неадекватно, он уже империю строит, вплоть до Якутска, там, свои планы строит, да, но не говоря уже о тех, которые помельче, тут уже вообще, значит, Черное море, кто выкопал-то, это древние укры, да, все неадекватно идет, такой же, как вот в средние века, в самые мрачные годы, борьбы, алой и белой розы, всего доброго, до новых встреч, слава Пифагору, всем здоровья, успехов, счастья! Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,